Баллада обо мне, кочевники Родригеси. Бендер, знакомься, быстрый Фрэнк Броган. Машинист, сорви голова, погиб в 88-м. Дэнди, Джим и Газ. У них необычная судьба. Я однажды напился и откусил большой палец ноги. В общем, я не жалею. И старина Куки. Без мозга, геолог, без чувства юмора. Был я на севере. Был я на юге. Закалили меня, дикие потулги. Что привело вас в эту часть у острова? Ананас съест. Не будь такой попрыгушкой. У голопогодских черепах нет естественных врагов. Это так впечатляет. Пока Бендер валяет дурака, мне приходится в одиночку доставлять взрывчатку в их лагерь. В тот же самый. Ну разве не смешно? О, простите, мне жаль. Упс! Упси! Извините. Моя беда. Через полтора года. Не думал, что доживу до момента, когда снова увижу это дерево. Ну что, понабрался реального опыта? Нашел подходящего для песни железнодорожника. Да, вот мой друг, какой-то там большой тормоз. Я лезь простой путейщик, а больше и сказать нечего. Спасибо, что оставался со мной, Фрай. Я не Фрай. Я его праправнук, Фрай. Чего? У меня клюв другой. Он изменился с поколениями, чтобы я мог есть кактус в этой части острова. Смотри. Я застрял. Упс. Теперь есть чего. Большой тормоз. Был честный путейщик, но с дурной бабой связавшись... Бендер, я не связывался с дурными бабами. Но это же песня. Искусительница по имени, ну, не знаю, Джезабель. Ох, творчество, нелёгкий труд. И где же твоя дама-черепаха, Хилберт? Дама кто? Вот же она! Я нашёл её после стольких лет! О, моя дорогая, ты нисколько не изменилась. Может, сказать им? Ну, пусть повеселятся. Ладно. Давай займёмся природно-естественным делом. Знаешь, что мне нравится в твоей песне? Та часть, где она кончается. Тогда приготовься, до этого ещё полчаса. Полагаю, надо начать с разминки. И парочки вот таких. Поехали! Что, чёрт подери, ты творишь? Что? Я берегла себя сотни лет, и вот как ты мне отплатил? Кто эта твёрдопанцирная мымра? Сердце Джезабель к нему остыла. Она другого парня полюбила. С вуглой, с шевелюрой, блестящей. Мексиканцем он был настоящим. Этот пижон сильно смахивает на тебя, Бендер. Спасибо, что заметил. Я убью её! Стой, я всё объясню! Заткнись! Я собираюсь расколоть эту дешёвку, как поганый бразильский орех! Этот вулканический архипелаг слишком тесен для нас двоих! И за это я упомяну тебя в 57-м куплете. Будешь моим лучшим другом, который бросает меня в трудную минуту. Вот этим куплетом мы все насладимся. К лучшему другу Родригес пришёл. Сказал, помоги, я попался им с дуру. Ты всегда была горячей! Как и все рептилии, голопогоцкие черепахи холоднокровные. Так, шея! Стук-стук! Карабкаемся, и мы снова в деле! Нам обязательно на это смотреть? Это же личное. Это и нас касается, мы часть дикой природы. Фрайс усмешно ответил. Ты меня бросал. Я не буду спасать твою шкуру. Ой-ой-ой, не буду спасать твою шкуру. Ты точно передал суть моих переживаний. А эти стоны? Обязательно слушать? Конечно, только не обращай большого внимания. Притворись, будто клюёшь зёрна. Большой тормоз отправился Родригес искать прямиком в Новый город Нью-Йорк. Он скричал. Бендер, представляешь, я встретил классную девчонку, и мы собираемся пожениться. Это здорово, тормоз. Заходи, посиди со мной. Некогда, мне надо в другое место. Ладно. Да, это было замечательно. Подожди секунду. Галапагосские черепахи откладывают от 6 до 15 яиц. А чего ты хотел? Мне 150 лет. До скорого, соловушка. Пока, дружище. Мой мужчина ушёл. Ушёл. Я так одинока и доступна. Хрис в чём нааду жалов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова .